всем доброго времени суток с вами все тот же bandicoot и начнем с того что год назад нам показали трейлер игры доки b из тех самых пор никаких особых новостей об этой игре не было но совсем недавно нам выкатили второй трейлер игры в котором показали геймплей а вместе с этим интервью разработчиков и так как меня привлекла эта игра я решил сделать ранний обзор поэтому подписывайтесь поудобнее мы начинаем и начнем с того что игру разрабатывает компания pearl abyss для тех кто не знает это те самые ребята которые разработали такие игры как black desert crimson desert shadow арена и план 8 о последней игре я вообще впервые услышал только при монтаже этого видео сама же игра будет экшен-адвенчура в открытом мире в которой нам предстоит играть за ребенка родители которого вообще забили на его воспитание и будущее им по ходу кофигу где и чем он занимается бегать по городу и ловить монстров которых здесь называют доки б при этом как показано в трейлере на нашей стране также может сражаться до трех таких доки бить которых мы призываем из каких-то жетонов и возможно что получение этих доки б будет по нашей любимой системе гатчи сами разработчики сообщили что получение некоторых доки б подразумевает прохождение сюжета до сюжет в этой игре будет а также поиск скрытых ивентов которых огромное множество разбросанных по всей карте бегать мы будем по небольшому корейскому городку и этот город попытается максимально нам передать азиатский стиль и традиции и из того что нам показали мы можем понять что многие декорации в городе не будут статическими и наши действия смогут их передвинуть либо разрушить еще мы увидели смену дня и ночи и времен года и пока непонятно к чему это будет привязано сюжету либо к реальному времени то касаемо платформ на которых можно будет поиграть эту игру то еще при старте первого трейлера разработчики сообщили что только хотят создать игру которую можно будет поиграть и на пк и на плойке а вместе с этим на мобильных устройствах и несмотря на то что в топтапе появилась страница на при регистрацию этой игры в интернете бытует неподтвержденное мнение что мобильные устройства в пролете если же вам интересно лично мое мнение по этому поводу то я думаю стоит дождаться официального заявления от разработчиков а уже потом делать выводы ну а пока что пальцы крестиком надеемся что эта игра выйдет на мобилке игра будет кроссплатформенная но разработчики решили отойти от ранее задуманной системы ммон поэтому мы можем предположить что у нас будет кооператив где у каждого игрока будет свой личный мир который мы сможем приглашать своих друзей и хоть игра очень сильно напоминает ловлю покемонов сами разработчики говорят что были вдохновлены охотниками за привидениями и то что им хочется создать игру которая понравится всем членам семьи а также что это будет прорыв лучшая игра подобных игр никогда не было и бла 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 то что мы слышали много раз от других разработчиков других игр но давайте перейдем от слов геймплею игры мы поняли что в разных частях города то и дело будут появляться те самые докебе нам же на ту самую рацию которую так акцентирует в показанном видео будут приходить заказы на их устранение при том что передвигаться мы будем не только пешком а в нашем распоряжении будет велосипед скейт ролики водный мотоцикл и небольшой автомобиль помимо стандартных средств передвижения которые нам показали у нас будет зонт благодаря которому мы сможем летать реактивные ботинки и веревка цепляющаяся за воздух и очень сильно напоминающая паутину человека-паука добравшись до места и высадив вражеского докебе нам нужно будет его поймать чем-то очень похожим на пылесос но перед этим его необходимо победить в бою мы сможем использовать огромный молоток мяч по фрагун лук со стрелами водный пистолет ну и конечно же своих призванных докебе планируется что каждый докебе будет уникальным со своим набором качеств и способностей и при этом мы сможем комбинировать свои атаки вместе с ними также нам показали что у нашего беспризорника будет способность перевоплощаться в какого-то супергероя либо супергероиню зависимости от вашего выбора со своим набором девайс для того чтобы более жестоко и изящно бить ни в чем не повинных вражеских докебе и к слову сражаться мы будем не только на земле но и в воздухе а возможно даже и в воде ну а помимо бит и блужданий по городу разработчики уделяют очень большое внимание социальной составляющей игры помимо взаимосвязи с другими игроками мы сможем сконцентрироваться на нашем персонаже а именно на кастомизации его внешнего вида скорее всего мы будем зарабатывать внутри игровую валюту и в магазинах покупать себе какие-то вещи у родителей же мы просить не будем релиз игры обещается на 2022 год и будем надеяться что до этого времени в сети еще появятся хоть какие-нибудь новости либо заявление от разработчиков а на этом все спасибо за внимание и всем пока а